Олег Альбертович, вот дайте нам, пожалуйста, комментарии, вот как юристы, как депутат. Сейчас вот появились на дорогах баннеры «За Зимина», там написано «За Виктора Зимина», и штамп стоит одобрено президентом. И второй баннер, что это Сергей Шойгу «За Зимина». Это законно вообще или нет? Как по-вашему? Ну, во-первых, скажем так, это не честно. Это недостойно. То есть он выходит в бой, вот, и не сам по себе, а за него якобы участвует дядя дерется. Где-то соколами России, где-то своим брендом, но ведь участвует в выборах Виктора Зимина, но ты будь как пацан, сам выйди один на один. Своими мозгами, своим языком, своими знаниями поучаствуй. А у него это уже ничего не работает. Это уже не цепляет людей. Поэтому он не самостоятельный. Это доказывает, что мелковато. Он пытается себя размыть, вот. Но ведь Шойгу и президент не участвуют в выборах. Это ведь не их выборы. Вы выбирают ведь губернатора, понимаешь? Это, скажем так, ни по совести, ни по понятиям, ни по-человечачьи, ни по-мужски, я считаю. Во-вторых, значит, трусливая избирательная комиссия, трусливая, потому что она должна была это пресечь, вот это натягивание этого одеяла президентами, там, министра обороны. Может, они и знать не знают. Вот. Ну и так используйте административный ресурс. Ну и так не умеете честно бороться. Это вся Хакасия знает. Ну, совсем-то беспредельничать не надо. То есть, ну, ну, ну кого следующий шаг? Ну, если это, может, это сейчас им поможет, в следующий раз кого они, создателя будут, штампик ставить. С точки зрения закона? Да, с точки зрения закона дело в том, что уже по суду не подашь. За это снимают с выборов. Это прямое основание к снятию. Просто это пошел этап, когда просто беспредельно работают. Уже по суду не снимешь. И с пониманием этого технологи говорят, делайте, что попало. Вот. На самом деле, я вот слышу, это просто, ну, отторжение. Ну, Господи, ну, ну, какое-то самостоятельное что-то человеческое есть у них или нету. У них есть вообще какие-то жизненные вот понятия, которые дают друзья в детстве, улица. Если ты вышел бороться, то вот ты борись один сам, покажи себя. Будь человеком. Вот. Будь мужиком. И вот это, в принципе, это вот такой вот, знаешь, несамостоятельный. Прикрываться дядей. Это вообще их почерк. Олег Альбертович Иванов. Спасибо, Олег. Все поняли. Ага, спасибо. Вот. Нам нужен самостоятельные люди, а не те, которые приходят с дядей. Они же все кивают.